И снова всем привет, друзья мои! Очередной великолепный день! Опять у нас плюс 25, опять 25. Так как день рождения королевы Елизаветы II сегодня, 21 апреля, я хочу вам рассказать немножко вот о монарших особых. Вообще, вы знаете, может быть, слишком-то уж сильно я не буду вас нагружать, но вот вам хотела рассказать, может быть, вы никогда не слышали такой истории, о камне судьбы, который еще называется Камень Якова. И, в общем, много связано с ним легенд древних. Вот сейчас попробую вам эту всю историю рассказать, кому интересно. Так вот, этот камень имеет множество названий. Сконский камень называют его, коронационный камень. Так вот, легенд множество, но вот англичане предпочитают легенду, которая все-таки связана с библейским сюжетом. Вот в частности, что это камень судьбы, и когда-то этот камень был положен под голову вот Якова библейского. И даже говорят, что когда-то потом, после того, как вот он был, он служил подушкой этому библейскому Якову, потом он был постаментом также для Ковчега Завета. То есть вот настолько связана эта библейская история сейчас с Англией и с Шотландией. И после того, как он долгое время служил постаментом для Ковчега Завета, когда пропал Ковчег Завета, вы знаете, камень этот, наверное, все-таки не представлял для какой-то особого интереса, особой ценности для тех людей, которые забирали Ковчег Завета, потому что это был просто обычный, просто обычный камень. И вот этот камень после этого из Сирии был перевезен в Египет. По-моему, короля звали Гатилус, египетский король, который вот после того, как он перевез этот камень в Египет, он его вделал в свой трон. И, в общем, по-моему, там это была вот первая коронация, в которой был этот камень присутствовал. Дальше странным образом потомки этого короля, египетского Гатилуса, или Гатилуса, не знаю, перевезли этот камень почему-то в Ирландию. И вот уже в 1301 году в Ирландии впервые этот камень был встроен в кресло Эдуарда Первого, короля. И он на этом, сидя на этом кресле, троне как бы деревянном, и под которым лежал этот камень, он был впервые коронован. В 1301 году. И далее его сын Эдуард Второй короновался на этом деревянном троне с этим камнем судьбы, как он был назван, в общем, здесь. Значит, вот он тоже короновался. И после этого стали короноваться на этом троне со встроенным камнем судьбы, все шотландские короли, фанархи. Но, вы знаете, вот здесь вот после того, как он из Египта попал в Ирландию, когда именно его перевезли в Англию, вот как-то история умалчивает. А вот видите, на побережье, опять отвлекаюсь, показываю вам, там мужчина ходит, ищет, кто колечки потерял. Знаете, такой специальный набор поисковый. Да. У нас черные копатели занимаются. Ищут какие-то военные трофеи времен войны, Второй мировой, по всем лесам. А здесь вот на пляжах ходят, ищут золото. Дети купаются, посмотрите. Хотя вода холодная. И, в общем, хотя этот камень никакой ценности, обычный песчаник не представлял из себя, но, тем не менее, вот в связи с его такой огромной исторической ценностью, с библейскими какими-то связями. И английские короли решили его использовать при коронации. И даже сейчас вот на нем короновалась последняя ныне действующая королева Елизавета II в 1952 году. Но там была еще такая интересная история, что в 1950 году этот камень был похищен из английского вестминстерского аббатства, в котором он находился. Его похитили какие-то студенты шотландские, которые решили вернуть его на прежнее историческое место, потому что он был в Ирландии, потом в Шотландии. И долгое время именно шотландские короли короновались на этом троне Якова. Они его благополучно похитили, но в связи с тем, что он все-таки был большой и тяжелый, этот прямоугольный песчаный камень, им пришлось его распилить на две части. И вот таким образом они его как-то смогли перевезти в Глазго, в Шотландию. И в Глазго, в Шотландию он находился долгое время, ну как долгое время, наверное, где-то два года. И только лишь в 1951 году случайно узнали, полиция обнаружила, что он находится в Глазго, и его опять перевезли, транспортировали назад в Англию. Вот как раз перед коронацией, потому что это в 1951 году было. Королева короновалась в 1952. Я что-то прям так поперхнулась, что заторопилась, вам не то сказала. Так вот, после того, как короновалась королева, все-таки, наверное, как-то эти английские монархи решили, что надо восстановить справедливость историческую, и все-таки вернуть этот камень обратно в Шотландию. И вот в 1996 году, уже совсем недавно, значит, вот по разрешению королевы Елизаветы II, этот камень был торжественно припровожден обратно в Шотландию, в Эдинбург, где он и по сей день находится в Эдинбургском королевском дворце. Но, когда, наверное, будет еще одна коронация, пока еще неизвестно, потому что королева была коронована в Англии на этом троне с этим камнем судьбы. А вот сейчас, если будет новая коронация, как они будут с этим камнем, то ли обратно его привезут из Шотландии в Англию, потому что традиции они нарушать не любят, англичане. В этом плане у них все соответствует традициям многовековым. Вот поэтому посмотрим, будет интересно. Но сейчас, с 1990, по-моему, ноябрь 1996 года, этот камень встречали в Шотландии. Вы знаете, там даже были такие демонстрации, там больше 10 тысяч человек вышли на улицу. Это огромное количество людей. В Эдинбурге всего 2 миллиона проживает, как вы знаете. Ну и все были рады, шотландцы, что, в конце концов, эта реликвия вернулась к ним. Хотя, по идее, какое отношение имеет этот камень? Египетский, библейский, израильский, сирийский. Вот, какое отношение он имеет к Англии? Я, в общем, немножко не знаю, не понимаю. Хотя, вот вы знаете, много я вот вижу таких интересных вещей, что английские монархи хотят как-то соединиться с египетскими фараонами. И вот тому есть очень много подтверждений. Вот, например, английская королева коронуется на таком, знаете, ступенчатом пирамидальном постаменте, на вершине ступенчатого пирамидального постамента, как бы, да, который чем-то напоминает вот египетскую пирамиду. Дальше. В основании английской короны 12 драгоценных камней вокруг по основанию этой короны. Каждая, как бы, из которых символизирует 12 колен израилевых. Также вот в руках у английских королей при коронации всегда существует, всегда они имеют скипетр. Скипетр – это вот как раз абсолютно такой атрибут египетских фараонов. В этот скипетр, друзья, вделан самый большой в мире огранённый алмаз, который называется «Звезда Африки». Самый большой в мире огранённый алмаз находится в скипетре английских монархов. Также странным образом символ пчелы считается символом аристократических семей Египта, египетских фараонов. Но вот этот символ пчелы также можно найти на одеждах английских монархов, английских королей. Пчёлы. Также странным образом символы на гербе Англии. Вот, как вы знаете, я много раз вам показывала, как выглядит герб Англии. Так вот, там арфа, которую поддерживают единорог и лев. И вот арфа – это символ царя Давида, израильского царя. А вот лев и единорог – это символы Израиля. Также парики, которые носят здесь судьи в английских судах. И также лорды в палатах лордов. Знаете, вот эти длинные такие парики кудрявые. Они тоже похожи на древнеегипетские парики. Ну и также многие сюда ещё причисляют флаг. Английский флаг, который имеет синий, красный и белые цвета Union Jack. Что это, в общем-то, как раз три израилевых короны. Но вот это для меня, конечно, такой спорный момент, потому что, как вы знаете, российский флаг имеет такие же цвета. Красный, белый и синий. Не знаю. Ну и последнее, что я хотела тут ещё заметить, отметить для вас, вот как хотят английские монархи возвыситься. что вот недавно английский королевский монетный двор напечатал монету, на которой на одной стороне профиль Елизаветы второй, а на второй стороне нарисовано кольцо власти. И называется эта монета одно истинное кольцо власти. Немного, немало, вот так. Я не знаю, эта монета, какому юбилею или празднику она была отпечатана, но вот такая монета недавно была отпечатана. Одно истинное кольцо власти называется. Вот ты с Елизаветой и с кольцом власти, наверное, вот даже из вот этой вот трилогии или какая она там логия Властелин колец. Ну, а я пришла вот вам показываю такой у нас здесь открылся новый парк развлечений для детей. Совсем малюсенький. И посмотрите цены для взрослых 6,50 для детей 5. Это очень дорого. Он совсем маленький этот вот парк. Он долго строился вот, а сейчас впервые открылся на праздник. Но вы знаете, абсолютно малюсенький тут только прогуляться вдоль, наверное, метров 50. Не знаю, но динозаврики пластмассовые стоят. Вообще, конечно, они обалдели так дорого брать с детей 5 фунтов. Это что-то я первый раз так вижу. Ну, а вообще это просто отступление в самом конце моего рассказа. об английской королевской династии. Если было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Желаю всем приятных выходных. Всего доброго. Увидимся. Пока. Пока.